Байден обсудит с президентом Бразилии и премьером Индии войну РФ против Украины. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует на этих выходных обсудить с бразильским коллегой Луисом Энасио Лулой Дасилвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, тему войны в Украине, которая отражает агрессию РФ и защищает своей суверенитет. Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на Reuters. Советник американского президента в общении с журналистами ответил на вопрос, будет ли Байден призывать двух лидеров ужесточить свой подход к Китаю и РФ. Салливан отметил, что Байден искал бы возможность поговорить с ними обоими, о конструктивной роли, которую каждая страна может сыграть в поддержке самого основного и основополагающего элемента любого результата, а именно суверенитета и территориальной целостности, которые являются священными в харте и объединенных наций. Так, президент Бразилии и премьер Индии присутствуют на саммите Большой Семерки, G7, в Хиросиме в Японии по приглашению Токио. Бразилия и Индия в течение многих лет, стремились играть роль связующего звена между США, РФ и Китаем, и обе страны поддерживали, экономические и политические отношения с Москвой, после ее полномасштабного вторжения на Украину, в феврале 2022 года, таким образом препятствуя попыткам Запада, изолировать Москву. Позиции Индии по войне в Украине. Стоит отметить, что Индия продолжает настаивать на диалоге и дипломатии, как пути к прекращению войны в Украине. Она не оказывает военной помощи украинским силам, но заявляла, что выступает за сохранение территориальной целостности и государственный суверенитет Украины. Однако Индия не осуждает открыто Россию. Мирная инициатива Бразилии. В феврале 2023 года, новый президент Бразилии Лула Дасилва, заявил о необходимости мира в Украине, однако обсуждать этот вопрос, он хотел с лидерами РФ, Китая, Индонезии, Индии и США. В Штатах ему ответили отказом, напомнив о принципе ничего об Украине без Украины. Как писал Блумберг, его план состоит в том, чтобы собрать группу посредников. В марте Лула Дасилва заявил о желании, внести исключительный вклад в разрешение конфликта, и на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем, предложил создать так называемый мирный клуб. А уже в апреле намекнул на то, что Украине якобы нужно отказаться от Крыма. Украина ответила, что не торгует своими территориями, а США обвинили его в повторении российской пропаганды. Также Лулу Дасилву пригласили в Киев, чтобы понять настоящую суть агрессии РФ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя бразильские инициативы, заявил, что план с уступкой украинских территорий не взлетит. Владимир Зеленский на прошлой неделе, принимал советника лидера Бразилии и донес до него, что украинская формула мира – это единственный план, способный прекратить войну. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.